Компьютерный ЕГЭ по информатике. Задание номер 13. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Б? Во-первых, то, что мы видим на схеме, это граф. Точнее, ориентированный граф или ор-граф. А конкретный вот этот вид графов называется DAG. Directed Acyclic Graph. В нем нет циклов. То есть, между двумя точками, если можно пройти, то только в одном направлении. В смысле, мы проходим и все, нельзя зациклиться. Если бы в таком графе существовали циклы, а вот типичный не ациклический Directed Graph, просто DG. Вот в нем, пожалуйста, цикл. Так вот, в Directed Acyclic Graph циклов нет. Иначе количество способов пройти из А в любой другой город будет бесконечно. Можно наматывать круги сколько угодно. Понятна логика, да? Соответственно, давайте выясним, а как нам, собственно, в принципе, считать траекторию. Первый вариант – это методом махания. То есть, мы как бы пытаемся вот так вот, ну, вот траектория, раз, да. Ну, не знаю, давайте в нижнюю, вот два. Да, вот тоже себе путь вполне. Ну, там надо проходить через город В, ну, значит, надо вот как-то в него заруливать просто и все, да. Но метод вот такого прямого глазного подсчета приводит к ошибкам по очень простой причине. Слишком много траекторий. Их много комбинаторно. Проблема подсчета связана здесь с комбинаторным взрывом. Добавляем буквально одну-две дороги, и количество возможностей вырастает в разы. Соответственно, здесь числа могут быть, начиная там от десятка траекторий, или одной даже траектории, да, до сотен, тысяч, ну, по-хорошему, в принципе, миллионов. То есть, граф, в котором будет миллион различных траекторий из города А в город Б, пожалуйста. Не проблема его нарисовать на этой доске. Вот, давайте разберемся в методике. Итак, смотрите, идея здесь действительно связана с комбинаторикой. Допустим, есть некоторый город А. Дальше есть, ну, некий ациклический граф, в котором некими различными способами я могу попасть в какой-то там город. Ну, если я вдруг каким-то образом сумел вычислить, давайте некий город Х, сумел вычислить количество способов попасть из города А в город Х, давайте я его сохраню сейчас. Предположим, что есть некий другой город Y, в который тоже, да, пользуясь теми же самыми, где-то теми же ребрами дорогами, где-то другими, да, но тем не менее, я туда тоже могу добраться к каким-то количествам различных способов, и оно тоже конечно. Да, город назовем Y, и количество способов туда добраться из города А, это КАЮ. И вот теперь самая важная идея. Допустим, есть некий город Z, который связан с городами Х и Y следующим образом. А именно, есть ребро Х, Z, есть ребро Y, Z. Очень важно проговорить следующее, что в город Z других входящих ребер нет. В этом случае мы можем разделить комбинаторные ситуации, вот эти возможные траектории, на два типа. Траектории желтого типа, те, которые заканчиваются желтой дорогой. Траектории красного типа, которые заканчиваются красной дорогой. Обратите внимание, что я говорю, заканчиваются дорогой, непосредственно ребром. Не для которых город X там есть, который проходит через X, нет. Дело в том, что в принципе могут существовать дороги, да даже не одна, на самом деле может быть и несколько ребер XY. Могут существовать вот такая дорога. Правда, одновременно XY и Y существовать не смогут, иначе это будет не ациклический граф, а сломается задача. Поэтому мы видим, что вот такое ребро. То есть город X может быть на самом деле даже промежуточным городом среди красных траекторий, среди красных путей. Понятно? Просто все равно мы не проходим по желтому ребру. Итак, наличие вот этого ребра существенно ничего не меняет. А теперь внимание. Какое количество траекторий из города А в город Z? Чему оно равно? Невозможно одновременно закончить и желтым, и красным способом. Да, невозможно. В то же время, если нет других входящих дорог в город Z, тогда количество способов попасть из А в Z равно количеству способов попасть из А в X плюс количество способов попасть из А в Y. Если вдруг есть какой-то еще город, который тоже позволяет попасть непосредственно из него, непосредственно из ребра в Z, то мы просто добавляем, ну давайте назовем его W, просто добавляем туда еще и количество траекторий из А в W. Естественно, что вот эти числа должны быть посчитаны ранее, чем я начну вычислять вот это число, да, количество траекторий из А в Z. Никаких проблем. Мы просто начнем двигаться от ближайших к А городу и отмечать для них вот эту целевую функцию. Потому что по существу это вычисление для каждой вершины некоторой целевой функции, которая так и есть, некое количество дорог, да, количество путей из А в некую вершину X, да, ну вместо X подставляем очередные буковки и пожалуйста. Лучше в данном случае рисовать прямо на рисунке, мы же не собираемся это программировать, поэтому никаких проблем с этим нет. Понятно? Интересно то, что эта задача решается и для других целевых функций. Например, для кратчайшей траектории в DEC, да, директор от Асайлик Греф, или траектория максимальной стоимости наоборот, да, неважно время или стоимость указана на каждой дороге, тем не менее можно написать некую подобную формулу, в которую мы будем просто выбирать некую максимальную из траекторий. Я сейчас не буду этого писать, этого не требуется в этой задаче. Давайте посмотрим, ответим на вопрос и будем счастливы. Итак, что нам требуется сделать? Нам требуется сделать скриншот Windows Shift S, делаем скриншот непосредственно этого места, получаем фрагмент, так, начинаем малевать. Значит, что мне требуется сейчас? О, замечательно. Из города А в город А есть только одна траектория, стоит на месте. В B одна входящая дорога из города, в которой одна траектория. Я уже забываю про А существенно, да, я могу просто говорить из города, в которой одна траектория. В B несколько входящих ребер, в том числе из города, для которого не посчитал пока. И здесь тоже, да, мне надо начать с D. В D одна входящая дорога из города, в которой одна траектория. Отметили. Так, для G теперь есть возможность посчитать. Я складываю по двум вот этим дорогам. По дороге раз и по дороге два. То есть беру только предыдущие города, а точнее функции целевые в этих городах. То есть вот эту единичку и вот эту единичку. 1 плюс 1 будет 2. Так, двигаемся дальше. Значит, сюда у меня 1 плюс 1 плюс 2, то бишь, ой, прошу прощения, 4. Да, ну-ка, для этого города 1, просто одна входящая дорога, нет проблем. Для g пока нельзя, надо узнать z. Так, что у нас получается 4 плюс 2 плюс 1, это будет 7. Для g 7 плюс 1, 8 плюс 4, 12. Сюда, для города i, 1 плюс 7 плюс 12. Вот, получается, уже сколько, да? Ну, 12 плюс 7 будет у нас 19, еще один 20. Итак, до i мы добираемся 20 способами. Теперь, что? Ну, в k 20, в l 20, ну и в m, соответственно, 20 плюс 20, 40. На самом деле, здесь есть интересный момент. Можно было, ну, взять и сказать, ребята, подождите. Из a в i я могу попасть 20 способами, а из i в m сколькими способами? То есть, вот я могу взять и разрубить задачу пополам и сказать, из i в m сколькими способами? Ну, двумя, очевидно, да? То есть, я мог бы сделать отдельную целевую функцию и сказать, из i в i один способ, ну, только я сменю цвет тогда, да? Эй, цвет. Значит, из i в i одним способом. 1, 1, 2. И тогда мне бы нужно было перемножить, пользуясь правилом умножения комбинаторики, перемножить количество способов добраться из a в i на количество способов добраться из i в m. И получилось бы, ну, то же самое, естественно, число. Товарищи, а теперь, внимание, я посчитал, конечно же, неправильное число. Это сделают многие из вас. Почему? Потому что надо читать условия задачи. Сколько путей из a в m, проходящих через город в? Да елки же палки. А что делать? Есть два способа борьбы с этой ситуацией. Первый. Ну, я сейчас просто отмотаю это назад. Первый. Да, и сейчас еще. Я возьму только те траектории, которые идут в v, да. Соответственно, и сделаю то самое, что я сейчас сделал с городом i по существу, да. То есть вот я посчитал количество траекторий из города a в город v. И их оказалось 4. А дальше я возьму другую целевую функцию и скажу, ребят, давайте умножать. Вот я эту четверку собираюсь умножить на количество траекторий из города v. Из города v в город v одна траектория. В город b ноль. Ну, на самом деле, я мог бы это не делать, но я проставлю эти нолики. То есть из города v невозможно попасть в города b, g, d. Там нолики. Я это делаю только для того, чтобы формально соблюсти, там, для города e, ну, у меня одна входящая дорога из города, в которой ноль траекторий из города v. В город g не хватает еще z. В z, да, в z один плюс ноль плюс ноль, это один. Можно было, на самом деле, просто тупо зачеркнуть вот эти дороги и все. Как будто их не существует. И продолжать считать дальше. На самом деле, когда вы делаете на бумаге, так это и делается. А если вы будете реально программировать, то, ну, да, ну, в ЕГЭ не будет такого уровня программирования. Значит, так, короче, ноль плюс один плюс один, сюда будет два. Слушайте, ну, это реально можно было просто зачеркнуть дороги и все. Значит, сюда два плюс один будет три. Здесь еще, по сути, умножить на два. Ну, или все-таки три, три и шесть. Но шесть не ответ, четыре не ответ. А ответом является что? Произведение количества способов добраться из А в В на количество способов добраться из В в М. То есть четырежды шесть, шестью четыре, двадцать четыре. Ну, это же демо-вариант, не очень удобно в нем мотать. Но где-то тут вот у нас двадцать четыре прячется. Вот он, для задачки тринадцать двадцать четыре. Задачки эти очень простые. Много времени на них тратить не надо. Но можно посмотреть какую-нибудь еще одну задачку. Давайте попробуем прикинуть. Здесь в два уровня, поэтому я на самом деле могу вот фактически так вот считать. Смотрите. Значит, сюда одна. Сюда одна. Один плюс один, два. Два плюс один, три. Да, здесь было два. Два плюс три, пять. Здесь было три. Три плюс пять, восемь. Восемь плюс пять, тринадцать. Тринадцать плюс восемь, двадцать один. Двадцать один плюс восемь, двадцать девять. Так, что у нас двадцать один плюс... Господи, я уже запутался слегка. Тринадцать плюс восемь было сюда у нас, да? Двадцать один. А вот двадцать один плюс тринадцать надо. Двадцать один плюс тринадцать будет у нас... только сейчас не влетел на 3021 господи вот не могу уже нет надо хотя бы как-то считать значит на самом деле ты числа фибоначчи получаются вот эта конкретная ситуация урграф который считает числа фибоначчи 21 плюс 13 на 30 господи вот тяжело да откроем питона вот и вам тоже хотя казалось бы и вроде устный счет не так давно проходил всего-то лет 30 назад ладно на что я хочу 21 плюс 13 до 21 плюс 13 34 34 плюс 21 это должно быть по идее плюс последняя 21 ну вроде как я не ошибся о ужас какой а что я не так не учел опять не прочитал условия не проходящих через город не а теперь внимание большая проблема а как вычеркнуть город на самом деле очень просто можно было просто вычеркнуть его реально просто просто вычеркнуть вместе со всеми дорогами вот здесь давайте еще раз 1 1 2 2 плюс 1 3 3 плюс 2 5 то есть сюда 5 траекторий давайте а из города z ну то есть у меня фактически же z это мост в этом графе на то есть если я вычеркну город е запрещу его так а из до м но там очевидно то же самое будет 55 и 525 вот и все читайте внимательно условия задач задачи задачи сами очень несложны бывают по крайней мере 13 задача но реально и я и вы будете ошибаться на вот этих дурацких ошибках перечитывайте условия задачи в конце когда вам уже кажется что вы ее решили успехов вам на экзамене